Отец Виталий, первый вопрос. Нужна ли какая-то специальная психологическая, может быть, подготовка к посту? Чтобы им оказать психологическую помощь в подготовке, для этого нужно, чтобы сначала они пришли к психологу и либо к священнику и начали проводить какую-то беседу. Но бывает, что священники дают рекомендации послабления в посте. Если человек болен и по медицинским показаниям, ему нельзя поститься строго, это будет, наверное, для него психологическая какая-то подготовка. Видите, если человеку строго сказать, вот ты должен прям поститься, то, что ему врачи говорят не поститься, а в церкви говорят поститься, это может психологически повлиять на его состояние, здоровье. Он будет разрываться, кого слушать, того слушать или эти слушать. Поэтому здесь тоже психологическая подготовка можно ему дать, что слушать врачей, например, и по силам своим поститься, потому что пост для человека должен быть радостным и не тягостным. Пост — это время, когда не стоит предаваться какому-то веселью, от чего-то отказаться и, скажем так, побыть наедине с собой, со своими мыслями. Вот в чём заключается пост, скажем так, для ума и для души? Главный пост в нашей жизни — это развить в себе качества, добродетельные качества. Это любовь, смирение, долготерпение. Это можно развить. Милосердие, милостыня, да, это развивается, только пост, он помогает раскрыть в себе это, потому что всё-таки продукты животного происхождения, они немножко заглушают это всё в человеке. Получается, что это взаимосвязано, да? То есть когда ты отказываешься от животной пищи, то тогда ты можешь стать добрее, милосерднее? Конечно. У нас это люди не знают, но посмотрите, например, на вегетарианцев. Вы видели хоть раз злого вегетарианца? Мне сложно сказать. Сложно сказать, да, потому что практически их не бывает. Есть такие слова замечательные. Человек становится тем, что он ест. Если мы вкушаем продукты животного происхождения, мы становимся подобным этому животному, которому мы едим. Если мы смотрим, для чего мы отказываемся от пищи, чтобы быть здоровым, человек болеет в основном из-за 85% из-за своей психики, и вот эти 25% — это из-за неправильного питания. Ну да, я согласна. И 1% всего из-за экологии. Почему, на ваш взгляд, и такое часто бывает, и люди перестают соблюдать пост? То есть вроде бы они подготовились, да? И можно ли побороть это каким-то образом состояние, не знаю, страха какого-то что ли, что ты не выдержишь? Потому что период этот выдержать сложно в любом случае. Наверное, даже и тем, кто не впервые постится. А уж тем более тем, кто впервые решил. Если резко взяться за... Допустим, пришёл человек в спортзал, да, и резко поднял 100 килограмм, он все спину сорвёт. А если он будет постепенно идти к этой цели, ему легко будет даваться это. Здесь то же самое у нас происходит. У нас люди, придя в храм, начинают поститься, они очень резко переходят к этому. Понимаете, любая привычка, она требует постепенного ухода от неё. Это любая привычка. Курение, алкоголь, продукты, которые мы вкушаем, мясо, например. Если мы резко перестаём делать, наш организм, он стрессует. То есть организм получает стресс. И испытывает опасность. Опасность от того, что происходит в его жизни. Он не понимает. И идёт выброс определённого стрессовых гормонов в наш организм. И человек начинает его трясти, думает, где бы мне что-нибудь поесть. Обычную пищу. Это ту пищу, которая ему знакома. Он как бы поддаётся своим внутренним. А что делать, чтобы не поддаться? У него должна быть психика здоровая. То есть мы приходим к тому же самому, что сначала нужно подготовиться, сходить к психологу или в храм. И тогда только можно начинать поститься. И тогда, возможно, ты не сорвёшься. Должен быть наставник, который аккуратно, правильно поведёт человека к цели. А вот скажите, пожалуйста, ну вы наверняка знаете, что с точки зрения, может быть, психологическое происходит в организме человека во время поста? Вот как он трансформируется? Вы уже сказали о том, что вы перестали, допустим, есть мясо, да, и у вас изменилось что-то. Но вот что происходит во время поста? Если это можно объяснить, конечно, словами. По своей природе человек, он не мясоед. По своей природе. И он был создан Богом, не мясоедом. Мы более млекопитающие такие существа. Мясо человеку, оно противопоказано. Вот. Все процессы, когда мы вкушаем мясо... Это опять же спорно. Вот сейчас врачи бы поспорили с вами по поводу вкушения мяса. Ну, я с врачами бы тоже поспорил бы о их пользе в жизни нашей. Вот. Просто я знаю более углубленно воздействие мяса на тело человека. Тело человека начинает зашлаковываться токсинами. У человека что? Плохое настроение появляется. У человека сонливость, подавленность. Очень много, целый букет болезней это воздействие именно мяса на человека. После того, как он весь этот пост продержался от начала до конца, вот что меняется в этом человеке? В его теле происходит изменение полностью всего. Человек избавляется от шлаков, токсинов, которые в нашем теле есть. Ему легко становится. А психологически? Ну, это и психологически тоже. На мозг-то влияет очень хорошо. Человеку светлые мысли появляются. У нее и бодрость, настроение. Это много, и большие изменения, какие происходят в нашем теле, когда мы отказываемся от мяса. Ну, нельзя человека заставить отказаться от продуктов животного происхождения. Поэтому церковь выбрала такой путь, что вот в эти дни нужно воздержаться от продуктов животного происхождения, чтобы легче чувствовать себя, чтобы больше хватало сил на добрые дела, на радость. На радость, конечно. Спасибо вам большое за эту беседу.